Рим Рим Строительство зданий Водопровод с питьевой водой Мощеные улицы и дороги Запасы продовольствия Места развлечений Мы пользуемся всеми этими благами Древние римляне совершили революцию В строительной технике, в стройматериалах Измерительных приборах Создали бесподобное оборудование Подобно Витрувию или Аполлодору из Дамаска Эти умы обладали воистину технологическим мышлением Уже 30 лет группа ученых из университета Кана во Франции Пытается раскрыть тайны римского гения Шаг за шагом Они создали трехмерную карту Древнего Рима Во всем великолепии вечного города ГЕНИЙ РИМА ГЕНИЙ РИМА Научное приключение Началось с огромной гипсовой модели Охраняемой как национальная ценность Рельефную карту создал Поль Бего В начале двадцатого века Это древний Рим в трехсот двадцатом году нашей эры Источник вдохновения для Софи Мадлен и Филиппа Флёри Проверь, все ли детали есть на том краю Вон там Да, у меня все есть Когда я впервые увидел карту Поль Бего Мне показалось, я лечу на самолете над Древним Римом Именно так Явственное ощущение панорамы всего города в четвертом веке Потрясающая модель Подлинный раритет Таких еще только две в целом мире И это по красоте ни одной не уступит Скольких исследователей она вдохновила Поль Бего подытожил все, что известно об урбанизации и топографии Древнего Рима И как нам дополнить эти знания? Как осовременить модель Поль Бего, не испортив ее? В этом поможет виртуальная реальность Тридцать лет Двое ученых работают с группой компьютерных графиков И дизайнеров Над еще более детальной реконструкцией Рима четвертого века Николай, будь добр, запустить Райана Виртуальная реальность и впрямь поможет нам погрузиться в мир макета Вот мы видим в масштабе форму Трайана Как будто сами находимся там А не глядим на уменьшенную модель Мы можем одновременно изучать сразу несколько аспектов А затем В полную величину Воссоздать гигантскую площадь Освещенную в центре И с тенистыми участками по краям Под портиками Можем сразу оценить грандиозную высоту и размер Вот что дает нам виртуальная реальность Давай, давай, нам не терпится Еще, еще Смотри, не опрокинь на меня Еще немного Стоп О, да Вот так там все происходило Умопомрачительно Они пытаются понять, как римлянам удалось построить эту уникальную столицу Софи и Филипп уже перемоделировали 80% древнего города И вновь отправляются в Италию, чтобы завершить изыскание Всякий раз Рим предлагает нам новое приключение Мы чувствуем себя сыщиками Ищем на месте улики Пытаемся разгадать загадки Чтобы переместить их в графическую модель И дополнить нашу реконструкцию Ученые десятилетиями исследуют древний Рим Но в нем еще столько неразгаданного Каждая реликвия переносит их назад во времени Вот они в термах Каракалы В крупнейшем римском СПА Выстроенном в третьем веке нашей эры Софи и Филипп готовят новую обзору Компанию, которая начнется через несколько дней Всякий раз я поражаюсь, попадая в эти громадные помещения Словами не передать Объемы неизменно потрясают меня Хотя макет я знаю наизусть Но именно тут, среди руин, осознаешь Грандиозность этой постройки Воистину магия Ученые уже воссоздали общественную зону терм Дай мне маску Хочу еще раз обозреть свод Фригидария Охладительного помещения Виртуальная реконструкция дает представление о высоте свода Боже мой, все ощущения меняются Я знала, какой он огромный, но еще не чувствовала себя столь ничтожной Декоративные элементы стен, мозаики Далеко не случайны Реконструкция проведена с научной точностью Софи и Филипп изучали древние тексты Анализировали археологические находки Проводили тысячи измерений на месте, чтобы достичь результата Термы Каракалы каждый день посещали тысячи римлян Это было общедоступное место Женщины мылись с утра Мужчины после обеда Здесь один, два, три, да, четыре бассейна с холодной водой И широкий проход в Кальдари Это большое круглое помещение с горячим паром Аналог сауны, отапливаемая снизу Так что пол здесь раскаленный, 50 градусов, не меньше И стены горячие, и пол, и бассейн Так и вижу, как дымится под полом вода У них под ногами на шестиметровой глубине система отопления гигантских бань Это наименее изученная зона Еще никто ее не моделировал В этом году перед нами стоит задача понять, как функционировали термы Ведь сами по себе помещения мало что значат без системы жаровин, их отапливающих Нам надо спуститься, провести все необходимые замеры и понять, как они работали А затем воссоздать их Получив разрешение, ученые спустятся под землю и вернут к жизни самую сложную и хитроумную механику древнего мира Виртуальное моделирование также позволит им возродить городские ландшафты Например, вот здесь, на форуме Центре политической, экономической и религиозной жизни Софии Филиппу необходимо кое-что выверить Мы чувствуем, как бьется сердце города Перед нами форум, где всегда толпится народ Убедитесь сами Да, народу полно Мы на Виа Сакра Это главная улица римского форума, вроде Елисейских полей древнего Рима Надо точно выверить наше местоположение Сейчас поднимем камеру Погоди Вот, идеально Годится? Да, годится Это позволит нам сопоставить реальность с нашим макетом Проверить, все ли, что еще сохранилось тут, в точности поместится в нашу виртуальную модель Все ли соответствует реальности 360-го года нашей эры Все должно быть тютелька в тютельку Пять, четыре, три, два, один, ноль Сканированное изображение должно подтвердить последние разработки Похоже, все соответствует идеально Ну вот, я в четвертом веке нашей эры Вот базилика Юлия Высокий и внушительный храм Сатурна полностью заслоняет собой храм Юпитера Сверху мы ясно видим три храма, которые царят на форуме Дух захватывает, когда понимаешь, что здесь бродили древние римляне и все это видели Даже не верится, что мы вот так внезапно перенеслись в далекое историческое прошлое Это ощущение трудно передать словами Моделирование форума даже помогало ученым разрешить историческое противоречие Под эгидой какого бога существовал форум? Юпитера или Венера? Сегодня над форумом главенствует храм Юпитера на Капитолийском холме А в трехмерной модели мы совсем его не видим Он прячется за храмом Сатурна, храмом Веспасиана А вот храм Венеры Два года назад мы не знали, где он А теперь полностью меняется восприятие форума Благодаря трехмерной модели мы убедились, что здесь доминирует не храм Юпитера, а храм Венеры Это меняет историю Главенствует над форумом и над народом Рима уже не храм Юпитера, бога богов, а храм Венеры, женского божества Богини наслаждений, богини любви Именно она заправляет жизнью на форуме Рим четвертого века, воссозданный Софией Филиппом, был мегаполисом В нем проживали 600 тысяч граждан и 400 тысяч рабов Он был самым многонаселенным городом мира Как жить при такой плотности населения? Как организовать пространство? Как наладить городское планирование? Для этого у римлян был надлежащий инструмент Гигантская топографическая карта Она была выставлена в одном из помещений храма мира Карта размерами 18 на 13 метров была высечена на мраморных плитах Она именовалась мраморным планом Рима И датировалась третьим веком нашей эры Впервые в истории человечества город был изображен таким образом Археолог, специалист по городским ландшафтам Джулия де Пальма Попало под очарование плана Септимия Севера Можно сказать, что в те времена, когда не существовало ни спутников, ни навигаторов Иметь такую достоверную репрезентацию было просто фантастикой Уникальная карта как раз показывает организацию пространства Видны общественные здания, места отдыха и развлечений Бани, театры и, конечно, частные дома и кладбища На карту нанесена целая сеть дорог, связывающих разные части городского полотна Дороги определяют существование метрополиса Как внутри, так и за его пределами Об этом свидетельствует Апиева дорога к югу от города Старейшая в мире мощенная магистраль Построенная в 312 году до Рождества Христова В древности Апиева дорога именовалась королевой дорог Она позволяла добраться от столицы до Капуи и дальше до Бриндизи за 540 километров Всего за 10 дней Бессмертный подвиг римских инженеров Ступая по базальтовым плитам, мы восхищаемся мастерством римских строителей Посмотрите, и сегодня на Апиевой дороге сохранились оригинальные плиты на некоторых участках Поверхность дороги выложена вулканическим камнем Плиты доставлены из местной каменоломни Высечены и плотно пригнаны друг к другу, чтобы обеспечить максимально гладкую поверхность Довольно приглядеться, чтобы понять, как мастили дорогу Скульптурная работа просто потрясает, особенно если подумать о протяженности дороги Здесь до сих пор видны следы колесниц, которые курсировали на данном отрезке пути Посмотрите, они повсюду Движение должно быть максимально плавным Поэтому римляне стремились строить прямые дороги, избегая перепадов Им не составляло труда выстроить мост, дабы обеспечить плоскость Это подтверждает и Апиева дорога По возможности прямая и плоская С годами римляне развернули целую сеть дорог, которая раскинулась на 320 тысяч километров Эти дороги стали артериями империи Не будь их, Рим не смог бы завоевать столь обширные территории Необходимые для передвижения войск и товаров дороги Были символом имперской власти Инженеры применяли науку, унаследованную от греков В строительстве городов, дорог и дворцов Они мыслили математически И это напрямую сказывалось на повседневной жизни римлян Ученые долго размышляли над тем, как Рим удалось вместить миллион человек Плотность населения была огромной Свыше 55 тысяч жителей на квадратный километр В двадцать раз больше современного Рима Было найдено решение строить вертикально И каковы же были условия жизни в этих зданиях? Софи Мадлен направляется к инсула Арчелли Останком одного из многоквартирных домов Я глубоко растрогана Мне как будто повезло найти контакт со здешними жителями Которые снимали квартиры в доме из нескольких этажей По-видимому, эти люди не были богаты Раз обитали в таких темных, пропитанных сыростью жилищах Не могу поверить, что я здесь Мы только что вошли в жилую часть здания Поднялись по ступеням, и вот я в коридоре По обе стороны его располагаются квартиры Любопытно видеть на стенах масляные лампы Вхожу в одну из квартир слева Да, я в самом деле вижу обстановку Которую упоминали марциал и ювенал Летописцы первого века Вот стол, быть может на нем лежали пергаментные свитки Вот комод с бельем Мы обнаружили около сотни жилых домов И на первых этажах даже сохранились ступени Входя в дверь, я вижу, как были устроены комнаты, прихожие, где располагались окна Рим, пожалуй, можно считать образцом организации жилого пространства Как умудрились римляне выстроить монументальные дома Которые простояли так долго Чтобы ответить на этот вопрос Надо совершить вылазку в Остею в Римский пот Эвелина Буковецкий не один год изучает древнюю строительную технику Специализируясь по обжигу кирпича И материалам, устойчивым к жаре и влаге Пример изобретательности римлян Стены, возведенные по особой технологии Опус ретикулатум Ретикулатум Производное от латинского слова «ретто» Что значит «сесть» Представьте себе сетку с ячейками расположенными под углом 45 градусов Вот так римляне выкладывали кирпич Которому они придавали треугольную форму Чтобы распределять силы и давление по диагонали И получать качественную, очень прочную кладку Чтобы еще больше укрепить стены Римляне использовали обожженный кирпич А пустоты заливали бетоном собственного производства Опус цементикум Откуда и возникло слово «цемент» Из него получали бетон исключительного качества Состав которого до сих пор является загадкой Еще больше мы узнаем во французском Научно-исследовательском центре департамента Ордеж Так, вот номер 43 Мы взяли 10-метровый пласт из припортовой постройки первого века нашей эры Он снабдит нас важной информацией И строительной техникой тогдашних инженеров Попробуем проникнуть в тайны римского цемента С помощью электронного микроскопа Жан-Филипп Гуаран вместе с геологом Стойлем Шапканский Изучает состав этих соединений Простой натуральный бетон выдержал века Спустя две тысячи лет он все еще очень прочен А состав совсем простой Он состоит из пяти элементов Черный пуцелан Белый обожженный известняк Вулканический туф Часто желтый И красная кирпичная крошка Нам придется добавить пятый элемент Воду И когда мы их все замешаем То получим римский гидравлический бетон Правда, мы упустили шестой элемент Римское ноу-хау Мастерство не передавалось из века в век И подлинный рецепт утерян Мы пытаемся разгадать секрет Трудность состоит в том, что мы проводим Эксперименты сегодня С нынешним пуцеланом И не знаем, выдержит ли он такой срок Придется ждать два тысячелетия Чтобы понять, верен ли рецепт Применяя новейшую технологию Исследователи установили химический состав римского бетона Это нечто вроде удостоверения Инфракрасный спектрометр Показывает среди прочего, что ключевую роль Играли кальцит и пуцелан алюма силикатного состава Эти химические составляющие придают римскому бетону уникальные характеристики У этого бетона есть два исключительных качества Во-первых, беспримерная прочность и долговечность Второе же связано с первым Оно самовосстанавливается Как только в бетоне появляются трещины А это неизбежно При попадании воды бетон трескается Но в римском бетоне вода взаимодействует с известняком и пуцеланом И вызывает самопроизвольное восстановление Минеральные кристаллы мгновенно заполняют мелкие трещины Это блестящее изобретение принадлежит древним римлянам Приезжающие в Рим сегодня могут одним глазком увидеть это изобретение в пантеоне Лучше всего в сохранившемся памятнике древнего Рима Филипп Флёри давно интересуется этим святилищем Храмом всех богов Пантеон Типичный пример гениальной рийской архитектуры Смешение форм, смешение техник и инноваций Потрясающее, удивительное творение И самое удивительное то, что он выстоял Несмотря на климат, землетрясения, вопреки всему До сих пор Имперские архитекторы Вознамерились создать нечто революционное для своего времени Купол, венчающий здание, имеет 43 метра в диаметре И весит 4,5 тысячи тонн Это самый большой купол в мире, не усиленный железобетоном Как римляне сумели этого достичь? Секрет прочности Пантеона Это прежде всего толщина стен В основании толщина стен ротонды достигает 8 метров Кроме того, играет роль техника создания бетона На каждом фасаде стены покрытие из кирпичей Спаянных тем, что нам известно как цемент А еще секрет успеха в куполе Легендарном каменном куполе древнего мира Куполе, что становится все тоньше по мере подъема От того, что бетон замешивали Со все более легкими наполнителями К примеру, наполнителем верхнего кольца служила пемза Это вулканический камень Такой легкий, что он не тонет в воде Легкость Именно легкости прежде всего добивались римские инженеры 140 кессонов купола играют не просто декоративную роль Они уменьшают количество бетона А стало быть, общий вес Еще одна великолепная идея – окулюс Отверстие в вершине 9-метрового диаметра Также облегчает постройку на несколько тонн И восхищает посетителей Римлян прежде всего отличал прагматизм Они строили нужные машины в нужное время для нужной цели На стройплощадках царила почти военная дисциплина Материалы для строительства поступали бесперебойно Возводя эти памятники, империя не испытывала недостатков бесплатной рабочей силе С учетом ее завоевания Рабы Десятки тысяч человек вкалывали на убой на стройплощадках В шахтах и каменоломнях В частности, на добычу мрамора Все во имя славы Рима Один из превосходных образцов этой славы, конечно, термокаракалы Софи и Филипп возвращаются в них Им наконец-то дали разрешение спуститься в подземелье этого водного комплекса Бывшего центром римской жизни Они проводят в среднем два часа в день в этой Экстравагантной обстановке На сей раз ученых в этих публичных банях Интересуют механизмы, находящиеся на шестиметровой глубине Никто еще не брался за создание такой модели Возможно, макет позволит понять, как функционировали бани Для этого нужен целый ряд экспертиз Мы на уровне жаровин, отапливающих кальдарией, да? Теперь мы как раз под кальдарием Поняла Подходим к пункту наибольшей сложности Он до конца не расчищен И надо осторожно спускаться по ступеням Эту жаровню будем измерять Именно эту, нижние ступеньки в порядке Хорошо, сохранились А с той стороны она замурована Представь, что там горел огонь Мы измерим вот здесь Допуская, что горело в середине И точные замеры помогут нам вычислить Ширину печного жерла Так, начнем Лазер Прицел Лазерный прицел Постой, я подправлю 0,92 2 метра 32 сантиметра Точно, 32 сантиметра Хорошо, сфотографируем Сделанные замеры они отправят дизайнерам в университет Кана Я лично считаю, что в этих банях особенно проявилась гениальность римлян Сюда подавали воду, нагревали ее, печь топили дровами Это настоящая подземная фабрика отапливала бани Представьте, тысячи рабов нужны для растопки печей Но прежде их надо было спроектировать так, чтобы тележки не сталкивались Вот где нужна была изобретательность Благодаря данным ученых, через несколько недель группа в центре моделирования Точно скажет, как происходила работа в подвальном этаже гигантского строения Несколько миллиметров с обеих сторон В эпоху империи в Риме было около тысячи бань А еще повсюду били фонтаны Вода лилась в изобилии И везде были знаки роскоши, богатства и власти Гарантировать поставки было нелегко Стратегическим пунктом были холмы близ Брачано Рим на 60 километров южнее Давай, Иларио, спускайся В нескольких метрах под землей ветвится сеть галерей Я иду Это поле исследования археолога Марины Марчелли Она всегда спускается в сопровождении спелеолога Мы сейчас внутри акведука Трояна Построенного императором в 109 году нашей эры и действующего по сей день Этот акведук – настоящий инженерный подвиг Он почти полностью прорыт под землей На поверхности видны лишь отдельные сегменты Иларио, сколько метров до следующего колодца? Почти дошли Да, уже немного осталось Метров 35 Да, вот он По этим выемкам спускались рабочие Каждый прорывал свой туннель, а в центре они сходились Стены и пол покрыты водонепроницаемым раствором Мы этот прочный раствор называем кочапесто Он из толченных глиняных обломков Сегодня Марина Марчелли пытается получить точное представление о сети водосбора Здесь, у источника, ревляне прорыли десятки вспомогательных тоннелей для добычи грунтовых вод Порой тоннели тянутся на 12 километров В этом лабиринте она исследовала только одну треть Смотри, смотри, вода здесь намного чище, потому что мы уже близко к источнику Она льется через проемы в стене Такая система фильтров позволяет собирать воду из-под земли за стеной туннеля Римляне знали геологию, проводили испытания, бурили А еще они приглашали лозоходцев с предсказывающей лозой Похоже, те умели находить источники Мы не можем это подтвердить, поскольку нет письменных свидетельств Но несомненно, что вокруг озера Брачана Римляне находили сотни подземных потоков Воду собирали в прорытые под землей каналы Эта сложнейшая система действует до сих пор Вот что самое удивительное Спустя две тысячи лет после постройки Акведука Вода все еще течет по склону в сторону Рима В основном под землей На поверхность она выходит через 57 километров к югу На холме Яникул На пике римского могущества 11 акведуков доставляли воду в столицу Самый длинный – Аквамарция, длиной 91 километр Каналы проходили в основном под землей Римляне первыми разработали такую подачу воды Спустя 20 веков два акведука по-прежнему действуют Аква-трояна и аква-вирго Римляне соревновались в изобретательности На этих арках был не один акведук, а два Аква-клавдия и аква-анионовус Они поставляли 20% от всего количества воды в Рим Акведуки разделялись у порта Маджоре Монументальных ворот имперского Рима Вода питала 1200 столичных фонтанов Терм Четыре тысячи уборных И около сотни тысяч частных домов В Риме вода текла безостановочно Переливаясь через чаши фонтанов Стекала по улицам сточные канавы Хотя к верхним этажам многоквартирных домов Она подведена не была Жители спускались за водой на улицу Лака фонтаны на каждом шагу Высокие технологии Римской империи Заметны во всех аспектах жизни В купаниях, проживаниях, развлечениях Колизей Самый знаменитый памятник Рима Витрина римской инженерии Этот амфитеатр одним из первых воссоздала группа из Кана Работая над Колизеем, мы собирали сведения из литературы, от археологов, отовсюду Нам важно было понять, как защищали зрители от Солнца Эти каменные кольца – останки знаменитого Вилария, о котором мы читали и который представлял собой систему защиты от Солнца Без нее люди не смогли бы целый день наслаждаться зрелищами Сегодня сохранилось только пять, а в Древнем Риме было 160 вот таких массивных навесов, окружавших стадион На каждом терминале была установлена лебедка Лебедки поднимались до самых кронштейнов, которые мы видим наверху Нынче мы восхищаемся грандиозностью Колизея, не зная, что он был на 20 метров выше Виларии прикрепляли с помощью канатов к мачтам, расставленным по верхнему краю стены Эти мачты были высотой 20 метров Тент разворачивали в несколько минут, создавая тень для зрителей Я четко вижу канаты, что свисают с мачт над Колизеем До веревочного кольца, укрепленного на 25-метровой высоте под ареной И в самом деле, полотно разворачивали в течение нескольких минут Невероятно! Известно, что Виларий весил около 80 тонн Чтобы управлять им, нужны были 500 человек Мы как будто смотрим представления, хотя бои гладиаторов еще не начались Гладиатор еще не начался Самое интересное для нас – понять ту механику, с помощью которой управляли этим легендарным объектом Представления никогда не кончались, и зрителей ожидало много сюрпризов Так на арене отворялась потайная дверь Декорации поднимались, и появлялся дикий зверь Все было задумано для создания магического эффекта С точки зрения техники, все выглядело еще более впечатляюще В десятках метров от Колизея во время раскопок обнаружили здание, которое археологи, вычитав о нем из книг, искали не меньше шести веков До того дня, когда его раскопала Франсуаза Вильдье Это случилось в 2009-м, на Палатинском холме Обеденная палата Нерона была вон за теми деревьями, в углу Она оказалась погребена под нацепями этой искусственной террасы Вон там, справа? Справа, прямо за деревьями Вращающиеся столовые Легендарное церемониальное помещение Широко известно его описание Свитонием Автором первого века нашей эры Эта комната, писал он, вращалась день и ночь, имитируя движение небесных тел Вращающаяся столовая – истинная жемчужина технологий Громадная по размерам, с высоченными потолками и механизмами, скрытыми в подвале Которые позволяли императору и его гостям трапезничать Точь в точь, как в панорамном ресторане Гости Нерона не знали, как все работает Комната вращалась, а как – неизвестно Техника была скрыта под полом, и невидимо глазу Это было нечто неслыханное А действовало это очень просто, по принципу водяного колеса Из канала вода подавалась на грибное колесо Оно вращалось постоянно, приводя в движение целый ряд шестеренок Которые, в свою очередь, цепляли пластину, установленную на системе шарика подшипников Бесподобная система Вращающаяся столовая входит в число инженерных процессов, которые мы сегодня называем высокотехнологичными С помощью этой технологии банкеты императора превращались в ошеломляющее шоу Внезапно появлялись гидравлические органы Музыканты, танцовщики Более того, из потайных дверей выезжали автоматоны Из литературы мы знаем, что они разливали гостям вино, разбавленное водой Смесь весьма популярную Эти автоматоны были первыми роботами, созданными человеком в Греции В конце третьего века до нашей эры В Афинском музее древнегреческих технологий выставлена реконструкция Это сокровище нашего музея Автоматическая служанка Филона Третьего века до Рождества Христова Давайте заглянем внутрь первого робота-гуманоида В груди его мы увидим два отдельных контейнера Один наполнен вином, в другом вода Под ними соединяющие их трубки, которые ведут в кувши Довольно гостю поставить свой кубок ей на ладонь И вино польется туда из кувшина Достигнув половины кубка, поток остановится, и автомат станет наливать воду Гость может в любой момент забрать свой кубок И розлив автоматически прекратится Хитроумная система пружины поршней обеспечивала поочередную подачу двух жидкостей В Кане после шести месяцев работы закончена реконструкция подземного этажа Терм Каракала Результат будет представлен в иммерсивной комнате центра виртуальной реальности Так хорошо, загрузили Спасибо, идеально Давай туда войдем, как в реальности По такому случаю Софи и Филипп пригласили своих коллег из Лионского университета Давай, своди нас в баню Вперед, за мной Итак, начнем Сейчас мы находимся в зоне, открытой для всех Каждый может войти и полюбоваться руинами Но мы направляемся в отделение, куда требуется специальный пропуск В технический зал Под банями Спускаемся в ад Безусловно, спускаемся Там очень-очень темно Сейчас увидим сложенные дрова, транспортные коридоры Впервые термо-каракалы открываются из-за кулисья в точнейшей трехмерной реконструкции Подземные механизмы приходят в движение Хорошо бы ты показал нам печь, которую мы с тобой измеряли Она слева, не так ли? Да, ее мы измеряли Она самая Точно Несомненно Вот эту печь мы смогли измерить наиболее скрупулезно А вначале не понимали, как она действует Огромную лестницу промерить было легко А вот размеры жерла были для нас загадкой Нам было необходимо вычислить все размеры, чтобы понять, сколько дров она сжигает Все эти данные были нужны, чтобы установить Как работала техника И каким образом она обеспечивала посетителей горячей водой Воссозданная модель содержит 49 печей Самое интересное с научной точки зрения Выяснить, откуда поступает тепло и как нагревается вода Вся магия Древнего Рима вдруг становится конкретной Как в мистерии завеса поднимается И мы можем лучше оценить весь комплекс терм Каракаллы Римляне оставили нам огромное наследие Благодаря научной работе Софи Мадлен и Филиппе Флери Гений Рима становится ближе и понятнее нам Их техника и памятники изумляют нас до сих пор Когда Софи и Филипп впервые выступили с идеей виртуального Рима На основе модели Поля Бего Мало кто в них верил И тем не менее через 30 лет 80% Древнего Рима смоделировано Сегодня эта трехмерная карта Является ориентиром в научном мире Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok